здравствуйте всем здравствуйте уважаемые участники нашего вебинара мы часто делаем вебинар на русском языке чаще всего на самом детском языке но я очень рад что у нас есть возможность находить спикеров и на русском языке особенно предприниматели которые могут поделиться из своего опыта и так выжить представиться меня зовут фархо джабаров я являюсь консультантом в этом проекте в проекте бизнес клиника если вы первый раз нашего вебинаре то вы можете видеть что данные данный проект выполняется несколькими организациями это в основном про он проекта развития оон и торговой промышлопалаты узбекистана японский флаг который вы видите также это означает то что данный проект он финансируется за счет японского правительства выделяло деньги особенно во время карантина для смягчения этих последствий пандемии но данный проект он сам также запускался в мае месяце когда нам всем известно мы все были на карантине и у нас не было возможности заниматься какой-то коммерческой деятельностью и в том числе и детские сады также они были закрыты во время карантина но вот слава богу что у нас все сейчас зашевелилось но к сожалению конечно пандемия продолжается но мы понимаем что равно смотря на это нам нужно соблюдая все предписания не сердце здравоохранения как-то продолжать эту деятельность чтобы бизнес развивался дальше не останавливался и сегодня я хочу представить ваше внимание нашего тела спикера элина юнусметова я читал вашу статью вы открыли два частных детских сада и гимназию после того как у вас не получилось построить карьеру гида-переводчика по японскому языку но здесь проект также как вы видите я сказал уже он финансируется за счет японского творительства так что как-то вы к нам и в этом плане тоже близки ну вам предоставляю слово ирина пожалуйста можете начинать добрый всем день рада присутствовать здесь впервые очень волнительно потому что в таком формате конечно когда только по ту сторону экрана я вижу только камеру и не вижу лиц это достаточно сложно обычно привыкла работать зуме тогда когда есть какая-то реакция есть какой-то обратный отклик но попытаюсь и сегодня также рассказать вам о том как частные школы работали во время карантина и как они работают сейчас когда карантин закончен но пандемия не закончена люди продолжают болеть и а мы работать работать в режиме онлайн мне было бы очень приятно если бы в чате я бы увидела плюсики что вы меня слышите и какой-то отклик такой чтобы задавали вопросы по ходу своего выступления я буду читать эти вопросы и обязательно отвечу на каждый сегодня речь пойдет только о частном образовании потому что я специалист в частном образовании я представитель школ а также детских садов но сегодня мы будем говорить о частных школах пожалуйста я подожду плюсики реагируйте если меня слышно видно если вам слышно и видно поставьте пожалуйста плюсики мне будет очень приятно что ой спасибо большое спасибо спасибо большое светлана бигзот и кром спасибо ну сегодня у нас разговор достаточно свободной форме пожалуйста любые вопросы я готова отвечать чтобы начать говорить о частном образовании давайте все-таки поговорим о том как что вообще есть сейчас у нас в узбекистане и в сфере образования сколько школ у нас работают в республике сколько школ у нас частных сколько школ у нас государственных чтобы понимать кто я такая да я вот подготовила вам слайд чтобы посмотрели и образование потому что мы учились и не только узбекистане также ездили по другим странам сейчас я поставлю слайд у нас метова елина артуровна закончила ташкентский государственный институт востоковедения педагогический стаж у меня 19 лет из них у нас семь лет это в системе гособразования и остальное время в частном образовании управленческий стаж 11 лет ну и курсы повышения в различных странах различные международные конференции обмен опытом между школами между детскими садами и так далее так вот возвращаясь к вопросу о том сколько же школ сейчас работает у нас в стране у нас в республике государственных школ у нас на 2017 год было девять тысяч шестьсот двадцать восемь и там училась 5 миллионов двести сорок восемь тысяч учеников из них ташкенте это триста одна школа и триста шестьдесят восемь тысяч учеников на 2019 двадцатый учебный год это уже девять тысяч девятьсот сорок две школы и 6 миллионов сто девятнадцать тысяч учеников из них ташкенте триста семь школ и 436 тысяч учеников если вы внимательно посмотрите то увидите что за каких-то два года семнадцатого по девятнадцатый количество учеников в школе в нашей республике увеличилось практически на миллион слушайтесь вот в эту цифру миллион учеников только школе прибавилось за последние два года я располагаю цифрами на девятнадцатый год что касается государственного образования чем же это связано ну естественно с нашей замечательной рождаемостью мы лидеры в регионе помимо этого такая цифра связанная с тем что поменялась система то есть появились 10 и 11 классы и многие ученики которые уходили в колледже лицей теперь остаются в школах и заканчивают свое среднее образование в школах в 10 и 11 класс что касается частного образования то здесь частные образовательные учреждения на семнадцатый год их всего 143 из них большая часть конечно в ташкенте это 27 на сегодняшний день на двадцатый год это 140 образовательных учреждений по республике и 52 образовательных учреждения в ташкенте если переводить это в проценты то по республике доля частного образовать образование это 1 и 4 а в ташкенте частное образование представлено 16 и 9 процентов но когда мы говорим про частные образовательные учреждения про частные школы то нужно понимать что здесь представлены очень разные школы то есть школа где всего два класса это тоже школа и получает она лицензию как они не государственное образовательное учреждение которое занимается начальным образованием то есть есть школы и где где присутствуют только два класса, четыре. Есть школы и достаточно крупные, до тысячи учеников. То есть частные школы, они очень разные. И говорить о том, что частных школ достаточно много, я говорю сейчас только про Ташкент, 52, это не означает, что 52 школы принимают достаточно количество учеников, как и государственные школы, которые достаточно крупные. Поэтому нас, частников, не так много, но при этом между собой конкуренция высокая, потому что в частные школы отдают далеко не все родители. Кто-то до сих пор привержен с такого государственного образования и не принимает частное, хотя за последнее время к нам стали относиться более лояльно. И доля частных учреждений выросла в республике. Это еще и с подачи государства, потому что со стороны Министерства образования, когда нам было оказано большое внимание, и со стороны президента, когда вышел ряд указов, которые поддерживают частное образование, у нас были введены дополнительные налоговые льготы. То есть работать стало намного легче, и в то же время стало намного легче получать лицензию, потому что если раньше мы получали лицензию достаточно долго и сложно, то сейчас лицензию получить, если выполнены все лицензионные обязательства, достаточно просто. Поэтому я думаю, что если так же все продлится, то доля частного образования, она будет только расти. И это очень радует. Но получается, при том, что частные школы достаточно мобильные и гибкие, карантин, конечно, обрушился на нас, на самых первых. И в марте месяце было объявлено, что закрываются школы, сады, ну и прекращаются какие-либо авиаперевозки. То есть мы были совершенно не готовы к карантину. Наверное, мы не единственные, кто были не готовы, но вошли мы в карантин самые первые. Поэтому со всеми вытекающими отсюда последствиями, со всеми ужасами карантина и паникой и так далее. Что же было во время карантина? Во-первых, стало понятно, что надо срочно переходить на онлайн. Какую выбрать площадку? Это во-первых. Как обучить учителей? Это во-вторых. И как это преподнести еще нашим клиентам, родителям, чтобы они захотели продолжать обучение в школе, где дети уже находятся дома, а не целый день в частной школе? Это тоже был большой-большой вопрос. Но нужна была срочная мобилизация всех сил и возможностей. Мы изучали цифровое пространство, обучали учителей, потому что 90% учителей никогда не пользовались, например, тем же Zoom, никогда не принимали в электронном виде домашнюю работу, не курировали по телефону учеников. И все это было очень сложно. Им надо было обучаться в считанные дни, потому что это был конец, четверть, и надо было еще выставлять оценки. И родители, и дети были не готовы, родители паниковали и нервничали, и тоже не имели опыт в онлайне. И были только единицы детей, которые ориентировались хорошо в онлайн-пространстве, это те, которые уже получали образование в каких-либо онлайн-школах. Вопросов было на самом деле много. Начиная от формирования цены, потому что цена должна была на онлайне поменяться, потому что поменялись условия обучения, до расписания, тьютерского сопровождения детей. И, конечно, нужно было преодолеть такой протест родителей против вообще существующей ситуации, непринятия этой ситуации. Ну, и надо было нам доказать всем, что программу мы сможем освоить, мы сможем дать детям знания в онлайне режиме. И самая большая сложность была это понять, а как же теперь платить своим сотрудникам. Как платить сотрудникам, потому что снижается цена, и непонятно, смогут ли платить родители. Потому что единственные средства, которыми мы располагаем, это те средства, которые нам оплачивают наши клиенты. Все, больше никаких средств у нас к существованию нет. Ну, и, конечно, каждая школа формировала цену за онлайн, исходя из своего положения на тот момент. Кто-то снимал в аренду помещение, у кого-то был кредит, и было непонятно, что с этими платежами, нужно ли выплачивать, продолжать кредит, проценты, у кого они есть, нужно ли платить за аренду, как договариваться, сколько это продлится, на сколько договариваться. Какая-то часть клиентов, понятно, что не будет платить по разным причинам, у кого-то встал бизнес, кто-то остался на даче, у кого-то нет интернета, потому что родители не считали целесообразным проводить интернет, чтобы дети не висели в телефонах. Кто-то просто боялся выходить из дома и не мог оплачивать, потому что поплачивать нужно было в банках, например, у кого не было каких-то платежных систем в телефоне. Ну вот такая была весна, достаточно сложная. В таком режиме мы работали, выживали, но мы были не единственные, мы понимаем, настолько вот было сложно перестраиваться. Так мы проработали практически до конца учебного года и вышли на каникулы. Каникулы – это была такая передышка, с одной стороны, но с другой стороны все представители частного образования были в постоянном ожидании, в постоянном ожидании того, что нам скажут, как же нам работать с сентября, потому что учебный код, он достаточно планируемый, то есть планируемый заранее, и учебный план, и нагрузка учителям, она распределяется, и чем раньше ты понимаешь и знаешь об этом, тем легче потом работать. Но объявлено было, что частные школы могут выходить в оффлайн-режим, то есть возвращаться в свои школы 15 августа. Стал следующий вопрос. А сколько же детей к нам вернется? Потому что мы видели, что происходит с частными детскими садами, которые переменным успехом работали летом, и загрузка детских садов была 50, а то и ниже процентов. И так как у меня тоже два детских сада, я видела, что происходит, и пыталась прогнозировать, что же будет с сентября месяца, и сколько детей реально придет. Это был сложный вопрос, и поэтому как только разрешили работать оффлайн, тут же было проведено анкетирование. И мы спрашивали родителей, сколько родителей желает отправить детей в школу. Но, к нашему счастью, например, в нашей школе 90% родителей написали, что они хотят, чтобы дети ходили в школу, и только 10% выразили желание остаться на онлайне. Что касается других частных школ, то картина очень разная. Какие-то школы вышли 100% работали. Какие-то школы объявили, что они будут работать только в онлайне всю первую четверть. Какие-то работали частично, то есть началка выходила в школу, средняя школа оставалась на онлайне. У кого-то были какие-то разные дни работы. То есть совершенно каждый работал по-разному, исходя из количества детей в школе, исходя из вмещаемости школы, потому что нужны были строгие такие меры безопасности. ИСС выдвигал их достаточно четко и строго. Количество, как дети должны сидеть, что это должны быть отдельные парты, что это должна быть полная изолированность классов друг от друга. Если школа небольшая, если помещение небольшое, то сделать это достаточно сложно. Поэтому 90%, например, в нашей школе выразило желание выйти в оффлайн. И мы начали работать. Начали работать поэтапно. И опять-таки разные частные школы начинали работать поэтапно. Запускали по классам, запускали по отдельно начальную школу, отдельно среднюю школу. С соблюдением всех мер. И тоже было достаточно сложно привыкнуть к новому режиму, потому что это был прием детей по времени, с медсестрой, с теми же термометрами, с антисетиками. И прием в каждой школе затягивался на какое-то время, что тоже раздражало родителей, которым надо ехать, было на работу. Это болеющие педагоги, которые через 2-3 недели стали болеть. И не только ковидом, а так как мы обязаны были обязательно изолировать болеющего педагога, то это бесконечные замены. И здесь тоже мы надеялись на понимание родителей, что они не будут в претензии, что мы выполняем все обязательные нормы, мы выполняем и идем по учебному процессу, не опаздываем, но учителя без конца меняются, и меняется расписание. Поэтому каждая школа уже здесь выходила из положения как может. Я понимаю, что у частных школ намного больше возможностей работать вот в таком сложном режиме. Мы достаточно мобильные, мы достаточно гибкие, и у нас достаточно педагогов. Но государственным школам наверняка, если бы они вышли и работали в обычном режиме, в школах было бы сложно. Вот, уважаемые слушатели, как вам? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если все нормально. Так, я вижу вопросы. 52 школы по Ташкенту. Это много или мало? Насколько велик спрос? Нужно сказать, что в этом году набор у частных школ очень неплох. То есть, если, например, наша школа открывала по два класса до прошлого года, то в этом году мы открыли три первых класса. Вот, и у других частных школ спрос на первые классы достаточно велик. Это опять-таки связано с нашей рождаемостью. Понимаете, что каждый год количество детей увеличивается. Но печально, если вы посмотрите, опять-таки, вспомните табличку, вот слайд, который я показывала. Сейчас я его верну. Обратите внимание, что детей увеличилось на миллион, а школ, посмотрите на цифру, практически 300. 300 школ на миллион учеников. Но это очень мало. Поэтому здесь мы понимаем, что не хватает мест в школах. Мы понимаем, что чем больше будет школ для детей, тем лучше. И с каждым годом детей больше. Поэтому, уважаемые слушатели, кто работает в сфере образования, без работы мы не останемся. Можем вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, учитывая вот эти цифры, которые вы показали на слайде, что вы можете сказать как предприниматель? То есть, можно ли сказать, что рынок, он еще не освоен до конца, рынок частных школ? Конечно, рынок не освоен до конца, это абсолютно точно. И особенно это касается регионов. Это не только Ташкента, потому что в регионах частных школ мало. И очень бы хотелось, чтобы частные школы были разнообразны. То есть, и это касается ценового сегмента, это касается и профиля, потому что очень часто мы слышим, когда открывается частная школа, профиль – это английская математика, английская математика, да? То есть, очень мало школ, которые предлагают еще что-то. А потребность есть, и потребность высокая. Понятно, понятно. И вы упомянули, что частные школы, ну, не каждая семья может позволить себе. Какие вот сейчас цены на частную школу? У меня просто дети уже почти выросли, уже заканчивают школу. Какие вот цены варьируются в частных школах? Мне просто очень интересно. Ну, насколько я знаю, сейчас цена минимальная примерно 2 миллиона. Ну, это максимально с открытием таких иностранных школ, она прям вот до бесконечности, да? До, по-моему, максимум, что я слышала, это 22 тысячи в год. Вот, если уже переводить в УЕ. Вот, поэтому цены очень разные. Я никогда не слышала, что есть совсем дешевые школы, которые за миллион, потому что, ну, это нерентабельно, это должен быть очень большой объем, очень большое здание. Вот, поэтому примерно цены сейчас, если средние среди русскоязычных, узбекоязычных частных школ, то это примерно 3-4 миллиона. Вот в этом диапазоне. Ну, и, наверное, резюмируя все сказанное, я, наверное, скажу такой лозунг в поддержку частного образования, что я верю в частное образование, оно мобильное, адаптивное. И сейчас система образования, она дает сбой по всему миру. То есть сейчас пересматривается подача, пересматриваются программы. И мы сейчас понимаем, что нельзя обучать детей так, как мы обучали раньше. То есть сейчас в нашем ВУКО-мире нужны какие-то ВУКО-решения, да, нужно совершенно другой подход. Мы сейчас работаем с совершенно другими детьми, у которых цифровое мышление, у которых скорость восприятия абсолютно отличается от нашей. И поэтому только частное образование, которое настроено на такого конкретного клиента, который работает по запросу, оно может адаптироваться к современным условиям. Да, и я вижу еще один вопрос. Да, здесь вопрос поступил. В Ташкенте всего 52 школы и 140. В каких регионах сосредоточены остальные частные школы? Ну, это Самарканд, это крупные города. Это Самарканд, это Андижан, это Наманган, это Черчик. В Черчике образование, несмотря на то, что город небольшой, частное образование тоже хорошо представлено. Понятно. А скажите, пожалуйста, Ирина, вот вы говорите, я верю в частные школы. Что можно сделать так, чтобы частные школы были доступны все больше и больше людям? Ну, понятное дело, чтобы люди больше зарабатывали, может последовать ответ. Но все-таки, есть ли какая-то возможность как-то сотрудничать? Есть ГЧП, да, мы знаем, государственные частные партнерства. Можно ли как-то сотрудничать с государственными, допустим, организациями или с тем же самым министерством образования, например, которые все больше и больше вам верят, то есть вам это частная школа, так, чтобы, может быть, какая-то субсидия поступала со стороны государства, и чтобы цены немножко сбавились, чтобы они были более доступны? Ну, конечно, да. И это выбор, опять-таки, каждого предпринимателя. И есть уже много, кто берет и работает, берет кредиты и государственно-частное партнерство. Но так как это работает недолго, поэтому школы еще не успели развиться, а мы еще не увидели отдаленный результат. Понимаете? Поэтому каждый хочет подождать и понять, насколько успешно будет работать ГЧП, насколько успешно это будет сотрудничество с государством. Поэтому, может быть, какая-то выжидательная позиция. Ну, и нельзя сбрасывать со счетов, что пандемия, она, конечно, сейчас спутала абсолютно все планы. Приходится подстраиваться. Но есть много других решений. Все каждый думает, что если частная школа, это обязательно какое-то шикарное здание, какие-то шикарные условия. Но образование – это не здание. И образование – это не количество часов, проведенных в школе на самом деле. Да, образование – это кадры, которых надо растить. И опять-таки это время. Вот. И можно делать абсолютно любую школу, не обязательно полного дня. И можно снимать какие-то, делать коммерческие классы. Самое главное в частном образовании – это дать немного свободы, чтобы мы работали именно от запроса клиента. И тогда будет, наверное, всем легче. Здесь поступили пару вопросов. Есть ли сообщество представителей частных образовательных учреждений? Сотрудничаете ли вы в вопросах поддержки ЧОУ, то есть частных образовательных учреждений в государстве? Да, у нас есть ассоциация негосударственных образовательных учреждений. И там представлено, если я не ошибаюсь, порядка сорока школ. Мы очень дружим все. Понятно, что здоровая конкуренция, она присутствует. Но вот буквально недавно у нас был такой выездной семинар. Если раньше мы ездили за границей, обучались, то сейчас, так как мы не имеем возможности, мы выехали с директорами других школ в горы, обучали друг друга. То есть обменивались опытом, потому что первая четверть была достаточно напряженная для всех. И очень часто сотрудничают. И если нужно обращение какое-то государству, то это мы делаем, конечно, через ассоциацию. Здесь есть большая вероятность, что нас услышат, отреагируют. Поэтому да, мы плотно здесь сотрудничаем. Организация такая есть. И тут же здесь вопрос. Как взаимодействовали во время пандемии? Или все решали свои проблемы сами? То есть вопрос вашего... В то время, когда мы были на карантине. Самое главное, знаете, во время карантина, это психологическая устойчивость. В первую очередь руководителя, сотрудников, а потом уже родителей. И здесь мы друг друга, конечно, директора поддерживали, потому что было очень сложно выстоять, выстоять психологически. И надо было понять, что завтра обязательно наступит. И это мы буквально чуть ли не каждый вечер общались друг с другом, обменивались. Как у вас, все ли получается, что вы делаете. Потому что приходилось на ходу выдумывать что-то, искать какие-то новые методы, платформы. Мы обменивались платформами, вместе отправляли учителей, тут же на онлайн-учебу сразу же. Оперировались как могли. И, конечно, в одиночку выстоять очень сложно было бы. Светлана продолжает задавать вопросы. Стал ли после карантина более острый? Кадровый вопрос. Вот это и учителей частных школ. Кадровый вопрос, он очень сложный. Он не стал более остро. Он остро стоял всегда. Понимаете? Это самая, наверное, уязвимая часть образования. Я не буду говорить сейчас за весь мир. Я скажу за нашу республику. Потому что детей становится больше. Учителей больше не становится. Они выпускаются, но не в той прогрессии, в какой увеличивается количество детей. И учителей хороших мало. Это да. Учителя приходят новые. Мы их ищем. Естественно, мы им предлагаем зарплаты лучше, чем, например, в госшколах. Мы им предлагаем условия лучше, чем в госшколах. На что госшкола на нас очень сильно обижается. Но мы имеем такую возможность. И стараемся помимо зарплат, помимо условий, мы стараемся еще и организовать им какие-то поездки, выезды за границу. Ну, то есть максимально привлекаем, как можем. Нет, я не скажу, что кадровый вопрос стал более остро. Он такой, актуальный всегда. Я тоже на примере даже школы, куда ходят мои дети, я стал замечать из слов детей, что тот или иной учитель ушел. А куда ушел? В какую-то частную школу. Ну, понятно, учителя хотят заработать больше, и рынок частных школ предоставляет эту возможность. Но если частные школы, они, я не знаю, являются ли они конкурентами или нет, но какое-то сотрудничество с государственными школами можно ли установить? Я не говорю, что частная школа лучше в плане методологии или что-то вроде этого. Но если тенденция такая, что родители отдают своих детей больше, и с каждым годом становится все больше желающих отдавать детей в частную школу, значит, на то есть какие-то причины. И вы сами о том упомянули, вы сказали, что я, по-моему, я в вашей статье прочитал, вы еще и у вас своей дочери говорили, что я очень хотела дать своей дочери хорошее образование. Как вы думаете, как можно, как могут частные школы, у которых какие-то продвинутые методологии проходили практику в других странах, как это можно обмениваться опытом именно в государственных школах? На самом деле мы достаточно открыты для обмена опытом, и тем более сейчас, когда весь обмен опытом происходит онлайн. Поэтому если есть желание, мы готовы сотрудничать, мы готовы давать мастер-классы, это абсолютно бесплатно, это будет опыт для наших учителей. И это касается, наверное, не только моей школы, это касается многих школ, которые согласятся. А так, у каждой школы есть, например, какие-то дома инвалидов, которые они курируют, кто-то курирует государственные садики. У каждого есть какая-то сфера, где мы по возможности своей как-то поддержим и помогаем. Но если есть какие-то... У меня, например, лично не было запроса от учителей госшколы, что помогите, пожалуйста, мы хотим изучить вот это или вот это. Мы бы с удовольствием помогли, у нас достаточно опыт в этой сфере. Понятно, понятно. Уважаемые участники вебинара, вы можете продолжать задавать вопросы Элине Юнусметовой. Напомним, Элина Юнусметова, она предприниматель, женщина-предприниматель. Это хорошо, что у нас есть продвинутые, такие активные предприниматели. Она открыла две частных садика и одну гимназию. Я правильно? Элина, вы не расскажете немножко про гимназию? Там уже, я понимаю, это уже как школа, возрастной контингент там уже другой. Расскажите, пожалуйста, немножко про вашу частную гимназию. Хорошо. Гимназия у нас молодая, 3,5 года. Здесь у нас, мы не были особо оригинальными, когда мы открывали, потому что, опять-таки, работали от запроса. Профиль, естественно, если это английская гимназия, то английский язык, дополнительный французский язык. Вот, углубленная математика, робототехника. Школа, ну, средняя по размерам, наверное, 300 учеников в нашей школе. Вот, самый старший класс сейчас, это восьмой. Это принципиальная позиция. Мы не набираем других детей из других школ старшие классы. Почему? Потому что мы не уверены, что сможем дать тот результат, который объявляем. Поэтому мы растим своих детей. То есть мы взяли этих детей в пятый класс и дальше уже их растим. Естественно, мы набираем детей в первый класс с разных садиков абсолютно, которые проходят собеседование, имеют какие-то начальные какие-то навыки чтения письма, элементарное понятие об английском языке. Вот. И далее уже с ними работаем. В начальной школе у нас два классных руководителя. Это учитель начальных классов, учитель английского языка, который во вторую половину дня погружает детей в англоязычную среду. Далее потом в средней школе некоторые предметы ведутся у нас на английском языке как факультативные, там такие как история на английском, бизнес-энглэш, география на английском, в зависимости от того, какой идет проект. От количества часов английского языка 8-10 в неделю. Вот. Поэтому мы ставим такую задачу, что к девятому классу дети у нас хотя бы 6,0 IELTS должны сдать. Понятно. Здесь поступил вопрос следующий. Какие планы на следующий учебный год, как думаете по поводу карантина, ведут ли повторные, как вы готовитесь к этому, если вообще можно к такому году подготовиться? Планы на следующий учебный год. Планы на следующий учебный год. Мы ввиду того, что практически заполнили школу, что идет набор, а выпуска пока еще нет, возьмем всего два первых класса, потому что у нас было в планах еще достроить здание, но сейчас, опять-таки, в связи с пандемией планы пересмотрены, поэтому это будет всего два первых класса. Мы очень надеемся, что мы можем продолжить свои образовательные поездки. Для нас это очень важно. Мы далее очень надеемся, что наши экспаты в следующем году все-таки приедут, потому что сейчас они ведут уроки. онлайн в каждой из своей страны. По поводу карантина. По поводу карантина даже могу озвучить не то, что я думаю, а то, что мы разговаривали с представителем министерства, и мы были очень обеспокоены, потому что каждая школа понимает частно, что, наверное, второго карантина мы не переживем, ввиду того, что закончились кредитные каникулы, вот, и ввиду того, что мы потерпели убытки, и это надо все закрывать. Поэтому позиция, по крайней мере, месяц назад, когда мы разговаривали в министерство, была такова, что карантин не ведем, потому что страна уже просто не выдержит второго карантина. Вот, и я очень надеюсь, что это будет так, потому что мы не выдержим тоже. Готовимся как? Мы готовы полностью переходить на онлайн, у нас есть для этого все инструменты, более того, ситуация не дает нам расслабиться, если хотя бы один ребенок заболевает ковидом, класс ВЭД на следующее же утро, уже весь на онлайне. На протяжении первой четверти, это было пять классов, которые при одном заболевшем ребенке с подтвержденным ковидом, мы тут же переводили на онлайн, неделю класс занимался на онлайне, сдавали все тесты, и при отрицательном ответе на тест на ковид дети возвращались обратно. Поэтому мы можем перейти на онлайн буквально в один вечер. Понятно. Ну, вопросов нет, я тогда буду задавать вопросы как модератора, если вы разрешите. Скажите, пожалуйста, где вы набираете кадры? Это очень-очень сложный вопрос. Кадровое агентство, конечно, с которым мы сотрудничаем, это во-первых. Во-вторых, это, конечно, сарафанное радио. В нашей школе работают 46 учителей. Естественно, они не работают в связи с тем, что школа молодая, здесь с самого начала. То есть они приходят, смотрят, работают, им нравится, они приводят своих знакомых, советуют, и потом у нас начинаются собеседования. И каждое лето у нас начинается с того, что мы добираем учителей, потому что увеличиваются классы, а на каждый класс нам нужен отдельный учитель английского языка в связи с тем, что часов английского много. Ну и, соответственно, учитель начальных классов, и это самая большая проблема, найти учитель начальных классов, их очень мало. А вы как-то сотрудничаете с университетами педагогическими? Мы обращаемся на кафедру, мы обращаемся в деканат еще до выпуска, но в связи вот с нашими особенностями и традициями, как правило, в педоинститутах это девочки, и, как правило, уже 50% замужем. И с детьми, которые оканчивают, и из них часть девочек уже устроена работать, какая-то небольшая. А мы в связи с тем, что школа полного дня, мы не имеем возможности брать сотрудника на полдня, потому что он просто не сможет у нас работать. И вот остается совсем немного, что мы можем буквально забрать. И частные школы, конечно, борются за учителей очень сильно. не за молодежь. Здесь поступил еще один вопрос от Светланы. Есть ли у частных школ возможность привлекать учителей из других стран? Очень хороший вопрос. Да, конечно, есть такая возможность привлекать из других стран. Ну, как правило, это учителя английского языка, они самые востребованные. Поэтому мы привлекаем учителей английского языка из других стран. И, ну, тут еще надо понимать, что экспаты, они дорогие. И зарплата экспатов, она 4, а то в 5 раз выше, чем зарплата местных педагогов. Помимо еще расходов на авиабилеты, помимо расходов на квартиру, и помимо пошлины, по-моему, которым мы платим еще в Министерство труда, да, когда мы берем экспата. Поэтому здесь это очень недешево. у меня у самого в компании был один экспат. Он просто, у него была своя работа, и он мне помогал на консалтинговой фирме. Но когда в 2019 году поднялись расценки Министерства труда агентства внешней миграции, то я вынужден был его оставить только в пределах учредительства. Просто он также учредитель, соучредительный он мой. И мне пришлось его уволить. Потому что я вообще как-то, знаете, сам даже думал, было бы хорошо как-то обратиться, почему подняли вот эти расценки, потому что это как-то отпугивает местных предпринимателей привлекать экспатов. Особенно вот я знаю в сфере образования они очень востребованы. Я знаю несколько таких, которые, так или иначе, они задействованы даже в ходу вот этих учебных центров языковых. Они там тоже преподают какие-то часы. Они больше не преподают, они больше как группы разговорной речи. Я с вами согласен, что привлекать учителей из других стран это очень дорого. И чтобы их содержать, мне кажется, когда и расценки, на частные школы должны быть соответственно, какие-то другие. Конечно, это даже не 3-4 миллиона, то есть это здесь должно быть однозначно выше. А вот скажите, Ирина, вот у вас часто, когда говорят гендерный вопрос, здесь больше подразумевается количество женщин. Но вы сами сказали, что у вас больше женский комитет, а мужчина у вас работает? Знаете, в этом году для меня было принципиально взять на работу мужчин. Почему? Потому что классы, дети растут, и в какой-то момент мы почувствовали нехватку именно такого мужского плеча для наших подрастающих классов, и подумали, что это неправильно. У нас, по-моему, в прошлом году было всего два учителя, это по физкультуре и по информатике, и все, и остальные все женщины. Вот, поэтому после карантина, когда у меня пять учителей, а женщин ушли в декрет сразу, вот, здесь уже стал вопрос, что хочется все-таки, чтобы это были мужчины. Вот, и в этом году мы брали принципиально мужчин, и все новые учителя в этом году у нас мужчины. Я просто почему задал вопрос, конечно, в наших государственных школах учителя мужчин это физкультурники и учители по труду. Но я помню, когда мои дети учились в начальных классах, было гораздо больше мужчин и по географии, и по истории, но все они, к сожалению, уже покинули. Поэтому, конечно, вот эта профессия учителя, уже многие люди по-другому на нее смотрят, они больше видят, что это профессия женщин. Хотя я просто поражен, я сам тоже в Европе уже два года, когда делал свою магистратуру, и у меня были даже друзья среди мужчин, многие не только в университетах, но и в школах тоже. И даже в таких развитых странах, как Германия, оказывается, очень много среди учителей школ мужчин. у нас, к сожалению, это большой дисбаланс. Здесь вопрос поступил от эпизода, и думаете ли вы открыть филиалы в регионах? Знаете, пока на данный момент у меня позиция не развивать сеть. Почему? Потому что школа молодая, ею надо заниматься, ее нужно развивать, и мы все еще становимся на ноги. Это во-первых. во-вторых, я и сама преподаю, и мне это интересно. Мне интересно наблюдать за каждым ребенком своей школы, насколько это возможно. Мне интересно наблюдать динамику. То есть для меня, честно говоря, это не средство зарабатывания денег, а это больше социальный бизнес, это то, что я люблю больше всего делать, преподавать, работать с детьми, работать с педагогами, потому что с ними мы говорим на одном языке, поэтому нет, филиалы я не собираюсь открывать в других регионах, не знаю, что будет потом, по крайней мере, ближайшие пять лет точно. Знаете, есть такая тенденция, когда человек открывает бизнес, мы понимаем, что каждый открывает бизнес, тот, где ему нравится, и вы этому доказательству, вы сказали, что помимо управления бизнес-процессами, вы еще и преподаете, ну, как бы такая маленькая ремарка, что если вы реально хотите взращивать свой бизнес, открывать, может быть, новые точки в городе, либо в регионах, на какой-то момент нужно будет тогда решить, либо вы остаетесь в роли учителя и расставите менеджера, который занимался бы его развитием, либо тогда вам приходится самому брать бразды управления в свои руки, но тогда у вас меньше времени для преподавания. Но если только вы не решаете оставаться на том уровне, на каком вы находитесь сейчас, такая тенденция развития бизнеса. Ну, смотрите, тут надо четко поставить приоритеты, как вы хотите расти, в количестве или в качестве. Мы пока выбираем качество. Открыть школу, на самом деле, когда ты открываешь одну школу, вторую школу открыть не проблема. А вот поставить школу на ноги и сделать так, чтобы она стала уникальной, сделать так, чтобы она плавала в каком-то своем голубом океане, и не конкурировала с подобными и была чем-то таким совершенно необыкновенным, это сложно. Вот мы сейчас работаем над этим. Понятно. А вот вы упомянули про голубой океан. Ну, как бы для наших слушателей это как бы принцип того, что когда конкуренции вообще либо нет, либо ее фактически не замечаются. Вот скажите, пожалуйста, Ирина, ваш бизнес, я не знаю, как позиционировать вашу школу, я видел фотографию на сайте, где вы давали интервью, она выглядит довольно-таки таким про-западным, про-западную школу, разноцветные, и эти газоны вокруг него. Мне очень понравилась ваша школа. Скажите, пожалуйста, все-таки по конкуренцию вы чувствуете себя в этом голубом-синем океане или все-таки есть школы, которые детсады, которые вам наступают уже на ноги? Знаете, очень много времени, сил и честно средств мы тратим на то, чтобы чувствовать себя в голубом океане. Очень много. Сказать, что все, мы достигли предела и равных нам нет, но это, конечно, неправда. Есть очень много хороших школ, но наша задача не соревноваться в том же самом, я говорю, мы работаем над уникальностью, поэтому у нас много семинаров, у нас вот сейчас у нас начинается аудит и такой внешний и международный эксперт будет проводить, чтобы у нас была обратная связь, мы понимали, насколько мы работаем, потому что каждый считает, что он работает очень хорошо, нам нужна реальная картина, поэтому мы приглашаем эксперта, который проводит аудит, который будет работать с родителями, будет работать с педагогами и будет отрабатывать те вопросы, которые и задачи, которые возникнут по результату аудита. А скажите, пожалуйста, вы какие-то стандарты качества не у вас не знали на какие-то стандарты качества? Ну, тут не стандарты качества, тут аттестация, и аттестацию проходит каждая школа тогда, когда ей нужно выпускать своих учеников, наверняка вы знаете, что только два года, как частные школы имеют право давать свои аттестаты, до этого аттестаты имели право давать только государственные школы, и какие бы частные школы, как бы они не работали, они были вынуждены сотрудничать с государственными школами, и дети любой частной школы получали аттестат государственный. А теперь вот уже два, по-моему, третий год, как частная школа имеет право выдавать свои аттестаты, но для этого нужна аттестационная комиссия, которая проходит каждая школа перед тем, как выпускает своих выпускников. Понятно. Ирина, если вы немножко приоткроете зависть вашего бизнеса, скажите, пожалуйста, в чем ваша уникальность вашего бизнеса, ваше, скажем, детище, которое вы так любите и взращиваете ее, тем не менее. В чем уникальность ваша? Чем вы отличаетесь от других? Чем мы отличаемся от других? Потому что то ли у меня интернет, то чуть-чуть зависло, и так хорошо, я поняла. Чем мы отличаемся от других? Во-первых, нами был разработан свой авторский курс лидерства, который я сама и веду, также разрабатывалась вместе с нашим коучем Хисамивой Гульнарой Джангировной. Он начинается с пятого класса и длится до одиннадцатого курса разработан. Сейчас дети проходят, работают над эмоциональным интеллектом, это седьмой-восьмой класс, непосредственно лидерство на основании книги Стивена Кови и «Семь навыков высокоэффективных людей», также Шон Кови «Семь навыков высокоэффективных тинейджеров». Это «Золотая книга бизнеса». А также есть книга «Семь навыков», по-моему, «Родители тоже» или нет? Может быть, я ошибаюсь. У меня несколько книг там вышло. Нет, да? А про родителей там не было? «Форход пропадаете» можно еще раз? Я говорю, там не было книги, я просто не помню, несколько книг у него, я не все в серии одну уже прочитал. А касательно родителей там у нее не было? Есть также «Семь навыков высокоэффективных родителей», «Высокоэффективных семей», да, там очень много разных книг. Так вот, мы вот работаем по «Семь навыкам высокоэффективных тинейджеров». Такой проект. Потом наша школа, она, по-моему, единственная, которая имеет своего коуча, который курирует наших педагогов, и работаем по коучинговой системе. Это все отражается на атмосфере, то есть многие родители говорят, что у нас нет такой руштры, что здесь такая дружеская атмосфера, но она абсолютно не панибратская. То есть здесь у нас все, грань между педагогом и учеником, она сохраняется. Также у нас сейчас вот мы работаем над школой скаутов, когда мы ходим в походы всей школы, мы закаляемся, и физическое развитие в нашей школе имеет очень большое значение. Это связано для этого у нас и спортивные площадки, и два футбольных поля, и много секций и кружков, то есть и много соревнований, и выходим в экопарки, когда у нас там... ИЗОП, если я не ошибаюсь, там у Элина пропала, у меня картинка. Жалко, но в самом таком интересном моменте, когда она уже рассказывала про уникальные стороны своего бизнеса, но тем не менее, я тогда думаю, что если она не подключится в ближайшую минуту, тогда, может быть, мы потихоньку запугли наш вебинар, так, я ее пока не вижу. Уважаемые участники нашего вебинара, жаль, ну, бывают такие технические моменты, когда на самом интересном месте интернет может подвести, и напросто человека выбирать из вебинарной комнаты. Я хотел поблагодарить вас всех за ваше участие, поблагодарить за ваши вопросы. Я надеюсь, что вот эта небольшая такая часовая презентация Элины Юнусбетовой, она была полезна. То есть вы сами видите, что предприниматель, он достигает успеха в том случае, когда он занимается любимым делом. То есть здесь говорят, что на пересечении трех кругов это ваш бизнес. То есть первый круг – это то, что вам нравится делать, от чего вы получаете удовольствие. Второй круг – это то, что у вас хорошо получается, и мы видим, что Элина не только любит свое дело, но и она очень хорошо получается преподавать. И третий круг – это то, что вы можете продать. В этом плане Элина, она смогла продать и создала вот эту ценность. Поэтому я вам всем желаю хорошего дня. Те из вас, которые, возможно, кто собирается заниматься бизнесом, либо уже занимается бизнесом, разрешили сегодня какой-то, хотя бы небольшой, но какой-то урок разрешили. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...